К армейской службе готовы. В Белгороде прошел 14-й слет военно-патриотических клубов ДОСААФ. Свою готовность к служению Отечеству продемонстрировали команды из всех муниципальных образований области. За ходом соревнований следил Андрей Радюков. Евгений Рубан из красногвардейского клуба «Ливенец» перед автоматом не теряется, потому что знает его устройство от и до. 47 секунд без штрафа. Все сделал правильно. Это время довольно-таки большое для разборки-сборки, так как нормативы, я вот знаю, в армии где-то 30 секунд. Из ошибок собрал, да, это нас как бы учат. Уже многие соревнования ездим, здесь уже рука натренирована. Пока одни состязали сборки-разборки автомата Калашникова, другие мерялись силами на перекладине. Шебякинец Кирилл Киселев свой собственный рекорд не побил, но выступил достойно. Подтянулся 21 раз. Обычно могу подтянуться около 30 раз, а сегодня результат похуже. Уже не сложно. Много раз были на соревнованиях, много тренировок. В общем, это уже порядки вещей. Поэтому, я думаю, тут каждый может что-то показать. 15-летний Степан Языков, например, показал класс в прыжках в длину с места. Успешно выполнив задание, ученик губкинского лицея первым делом отдал должное своему наставнику. Учитель физкультуры очень хороший. Научил прыгать. Это мой рекорд. Сегодня я поставил свой рекорд. 2,56. Хороший солдат должен уметь быстро бегать. Разумеется, в наступление. Правильно настроиться на забег уже полдела. Я в основном так перед стартом ни о чем не думал. Просто ни о чем не думал. Взял, побежал. Всего в соревнованиях придели участие 22 команды. В каждой по 8 человек от 14 до 18 лет. Все они лучшие курсанты областных клубов ДОСАФ. Если сравнивать, как в самом начале эти были слеты, проходили, то уровень намного вырос ребят. Для того, чтобы служить, они прекрасно понимают, надо овладеть всеми навыками. И стрелковой подготовкой той же, и физической подготовкой, спортивной. Организаторы слета уверены. Ребята из школ ДОСАФ в армии не затеряются. Наша задача, чтобы ребята приходили мотивированы и подготовлены в вооруженные силы. С учетом того, что служба вооруженных сил сегодня, вы сами знаете, год. А за год сложно подготовить достойного военнослужащего. Поэтому начинать нужно уже сейчас. И тогда будут видны реальные влады военно-патриотической подготовки. В вооруженные силы Российской Федерации приходят молодые юноши с разной степенью подготовленности. Но те, кто прошел школу ДОСАФ, всегда легче вливаются в воинские коллективы. Быстрее осваивать воинские специальности. Победители соревнований доказали свою готовность к службе. У остальных есть год на то, чтобы подтянуться. И уже в следующем году, на 15-м слете, взять новые спортивные вершины. Если, конечно, они уйдут в армию. Андрей Радюков, Валерий Ларьков. Новости мира Белогория.